Представители Союза женщин, детских и подростковых организаций, краевых профсоюзов, Союза армян и еще более чем 11 некоммерческих объединений планируют следить за ходом проведения выборов президента России. На каждом избирательном участке в городах и районах края в течение нескольких суток будет работать минимум по одному наблюдателю. Мы проводили целые тренинги даже, как реагировать на различного рода нарушения, как определить нарушение технический характер, либо может повлиять на выборы. Но в любом случае наблюдатели сориентированы, что при любой непонятной ситуации они тоже связываются с общественным штабом наблюдения за выборами. У нас будет работать телефон горячей линии, у нас есть видеонаблюдение и не менее 10 круглосуточно будут находиться операторов мониторингового центра. Мы уже перед соглашением, конечно, проговаривали и с общественной палатой на наше сотрудничество, наше взаимодействие. Это единый штаб в библиотеке имени Шишкова. Есть там и наблюдатели и будут, конечно же, я так понимаю, какие-то острые телефонные звонки, на которые мы будем реагировать быстро, мобильно и, конечно же, помогать в этом. Главная задача подписанного сегодня соглашения – провести максимально честные, открытые и прозрачные выборы. Важный итог – как их проведение будет подано в СМИ. Сейчас все знают, что мы живем в век информационных войн и выборы президента здесь – это одно из сражений. Мы должны его выиграть. Мы должны показать всем людям и убедить всех людей в России или за пределами ее, что ваши выборы прошли легитимно, законно. Каждый факт нарушения, в том числе и в социальных сетях, наблюдатели будут фиксировать и отрабатывать. К примеру, в сентябре на выборах губернатора четыре материала были направлены в Главное управление МВД по Алтайскому краю, еще четыре – в прокуратуру. В основном нарушения касались незаконной агитации. Телефон штаба общественного наблюдения за выборами на ваших экранах. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День, Столкам.